Девушки отдыхают Тренировка? Или наоборот, я хочу расслабиться и не спеша проплыть пару дорожек? Ну, явно не до отдыха. Автором и создателем всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» стартует новый сезон. А это значит, у миллионов телезрителей вновь появится возможность увидеть, как зажигаются и маленькие звездочки. На сцену выйдут невероятно талантливые дети со всей страны. Оценивать их возможности будут народные артисты. Маршрут к мечте. За пять сезонов участниками шоу стоили более 300 детей. Теперь на сцену выйдут более 40 новых конкурсантов. Зрители ожидают настоящий взрыв эмоций. Мы будем ликовать, будем волноваться и сопереживать. Ну, а как иначе? «Синяя птица» — это головокружительные номера. Это смелые творческие эксперименты. И самые незабываемые встречи. И сегодня у нас в гостях автор идеи и ведущая проекта Дарья Золотопольская. И финалист проекта Елисей Мысин и Юлия Малину. Доброе утро. Спасибо, что к нам пришли. Доброе утро. Первый вопрос, Даша, тебе, конечно, по поводу начала нового сезона. 40, даже больше 40 детей будут участвовать. И наверняка, я даже слышал такие варианты, такие разговоры, говорят, ну, конечно, там все дети министров участвуют. Все свои там дети замминистров. Да, да, все. Это так, действительно? Или это все, это действительно люди пришли, писали? Андрюш, ну, это риторический вопрос. Ну, конечно, нет. И вот сидящий здесь Елисей и Юля. Министр, чего у тебя, Павла? Ничего. Ничего-ничего. Нет, конечно. Вот Елисей, например, приехал к нам из Ставрополя, да, 4 года назад. Ему было тогда 5. 5 лет с ним. Сейчас учится в Центральной музыкальной школе. Теперь уже москвич. Но добился всего сам, своим трудом. То есть он доказал, что он умница, очень талантливый, и для него открылись новые двери. Да. Вот именно после участия в этом поездке. Учится в самой престижной школе, одной из самых престижных школ мира, вообще, Центральная музыкальная школа. Эта школа пригласила или просто больше было возможностей туда поступить? Конечно, ну, в том числе и Денис Мацуев, с которым Елисей познакомился на конкурсе. И, в общем, Денис взял его под свое крыло. Они много вместе гастролируют, участвуют. Я не знаю, сколько у вас уже было совместных концертов с Денисом? Много. Не знаю, не считается, да? Как в этом случае успевается и учеба, и концерты? И, я так понимаю, в Синей Птице продолжают участвовать, Елисей? Или уже просто как маэстро выходит выступать? Выходит как маэстро, потому что я вот очень рада, что у нас есть такая традиция. Мы всегда приглашаем для участия в новых сезонах ребята старых сезонов, которые помогают новым участникам Синей Птицы. Юля, скажи, пожалуйста, выходишь два года на сцену. Там на сцене именитые совершенно люди, там оркестр. Они как к тебе относятся? Вот пришел ребеночек, сейчас мы с ним, ну ладно, поиграем. Или это наравне все идет абсолютно, они как профессионалы принимают? Ну, все коллективы, с которыми мне удалось поработать, и оркестры, с которыми я выступала, относятся как к равным. Они видят, наверное, во мне такого же понимающего человека, и нет такого, что относятся прям как к ребенку. Даша, вы недавно с Андреем Малаховым ввели концерт юбилейный Александры Пахмутовой, и участники шоу Синяя Птица тоже выступали там. Это о чем говорит? Что у ребят есть на такие колоссальные возможности дальше развивать свой талант же. Правда, я так понимаю? Да. Ты знаешь, Настя, я очень благодарна, во-первых, Александре Николаевне. Еще раз поздравляю нашего великого композитора и выдающегося человека. Вот просто счастье, что она есть у нас, вот у нашей страны, Александра Николаевна. Я очень благодарна за то, что она пригласила ребят участвовать в концерте. Это была ее инициатива. Вообще все участники концерта были ею лично выбраны и отобраны, да, потому что она очень большое участие сама принимала в подготовке. И я очень признательна, что там действительно участвовал и Елисей, и Юля. Причем Юля, это было настолько волнующе, она спела с кубанским казачьим хором в качестве солистки, с очень серьезным взрослым коллективом. А Елисей с Денисом Мацуевым и Ваней Бессоновым, еще одним нашим выпускником, который стал, как раз, вы его знаете, победитель классического Евровидения, они играли вот знаменитую музыку Александра Николаевна из Тритополя на Плющике. Я хочу спросить Елисея, Елисей, ты мультфильмы успеваешь смотреть? Ну сколько минут в день-то ты смотришь вот мультики? Или раз в месяц? Сколько минут в неделю, наверное. Ну каждый день успеваешь. Ну меньше, да, это мультфильмы. Музыку, да, мороженое там успеваешь поесть на карусели. Ой, а вы сгущенку, мне рассказывал Захар, вот у нас в этом году участвует мальчик Захар, который учится вместе с Елисеем в Центральной музыкальной школе, он сказал, у вас сгущенка очень вкусная в буфете. Ты ее пробовал? А, да. Да? Ага, все-таки вот, все-таки есть радость в жизни. Да, просто немногословен, он нормальный ребенок. При этом, при своей успокости, ведь не только же на сцене, еще теперь и в кадре, правильно, Елисей? В кино снялся? Да? Ну и как тебе в кино? Лучше, чем на сцене? Сложно сравнить. Сложно сравнить? Совсем по-другому все. Разные, да, вещи? А ты все-таки жизнь своего теперь с музыкой решила связать или с кино? Да, конечно, с музыкой. С музыкой, потому что Елисей же еще и сочиняет произведения, да еще какие. Ну и мандарин, это как говорит Денис, это уже классика. Да, 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 фантастическое исполнение. Спасибо большое вам, что пришли. Спасибо вам большое. Пожелаем вам отличного старта, отличного полета. Спасибо, очень приятно, что каждый год вы нас приглашаете и интересуетесь нашим проектом. Я вас всегда жду на съемках. Приходите, у нас было очень приятно, тем более, что сколько вы можете? Два и три. Два и три. И еще чуть-чуть. Да, еще чуть-чуть, и до порога, до отборочного конкурса. Спасибо большое. Спасибо. У нас в гостях были авторы проекта «Синяя птица» Дарья Золотопольская, финалисты проекта Елисей Мысин и Юлия Малинова. Ну а мы напоминаем, что премьера состоится уже в это воскресенье на телеканале «Россия» в 18.20. Не пропустите «Синюю птицу». Ну а мы продолжаем.